Часть для грехи человечества. Между тем, для тех, которые хорошо себя здесь держат, продолжал он выделил мать вселенную, или, собственно, для заслуживших, госпожа Фортуна имеет другое средство сделать их бессмертными. Каждый, кто хотел попасть на место, должен был не только назвать себя, но и рассказать про все дела, за которые он считал себя заслуживающим бессмертием. Очень было бы не обидно, что туда впускали столько же злых, разбогих, тиранов, прелюбодеев, убийц, поджигателей и прочих, сколько их долгих. Пришел, к примеру, один, чающий бессмертие, и, будучи спрошен, что сделал достойно в вечной памяти, ответил, что все, что видел на исламнейшем свете, разрушал. Еще один ответил, что пролил человеческой крови так много, как возможно только. Другой ответил, что изобрел новое богохульство для того, чтобы было возможно злоречь Бога. Третий, что пристудил Бога к смерти. Четвертый, что основал новое общество поджигателей, воров и убийц, которые очистил человеческий брод, и все подряды, пускай на них. Это, признаюсь, очень не понравилось. Не один я, но целое мое поколение жалко и слепо, и не зная своих бед. Хватает, хватает тень, а правду скользает. Увы, везде жизнь несчастна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...